Мои требования очень просты. Я хочу, чтобы Мадара стал Хакаге. Если требования не будут выполнены, придется заворачивать спейлера по One Piece. Ну что, вы готовы к очередной порции ништячков? Их есть у меня. Главное, до просмотра ролика оформляй луки-малуки и подписывайся на канал. Еще, не забывай про лучший коллекционный телеграм-бот Накамакарт. Накамакарт? Акамакарт! Следующая вселенная по Джоджо уже практически готова. 200 персонажей с первого по девятый сезон и 100 лучших стендов, 10 из которых претенденты. Залетай в Накамакарт и стань лучшим среди лучших. Все нужные ссылки будут, как обычно, в закрепленном комментарии под видео. Здарова! Ханинабонклы Камабаканабонки на связи. 1061 серия как была крайней, так ей и осталось с прошлых обзоров. У серии аниме был периф, поэтому сегодня без держаний в курсе. Короче, без особо длинных вступлений, запускаем трейлерочек и валим на спойлера по 1084 главе. Итак, сразу говорю, просто готовьтесь, заголовок это не байт. И в сегодняшней главе вы узнаете, кто такая имсама и что ее связывает с королевством Арабаста. 1084 глава называется «Покушение на убийство Тенери Юбита». Заголовок тут не просто так, о нем пояснят следующие абзацы. Там все встанет на свои места. Давайте речи по очереди, потому что в конце будет просто имбище. На цветном развороте красотки из мира Ван Пис играют в море. Это все тоже очень здорово, но пропускаем всю эту шуршуру и валим далее по голове. Там такое, я просто не могу. Король Кобра разговаривает с Горосеями о королеве Лиле и Зарабасте, которая в прошлом отказалась стать Тенери Юбита. Чуете уже, да, потихоньку чем попахивает? Но вострите ушки и внимайте. Одно пока остается неясным из этих абзацев, о каком конкретно прошлом говорит Кобра. О недавнем, который он лично застал. Либо это все по преданиям из уст в уста по царской линии. В плане, когда именно та самая Лиле отказалась принять титул Тенери Юбита. Но вы погодите, всему свое время. Королева Лиле пропала без вести после отъезда из страны. Кобра спрашивает Горосея, куда она пропала? Но они говорят, что не знают. Ну конечно не знают, они ведь парни вообще не сведущие. Ой, скорее бы на ласт абзац, я не могу, хочу срочно поделиться этим. Все же нужны фреймы и точный перевод, чтобы понять контекст, когда именно та самая правительница Арабасты Лиле покинула страну и пропала. Ой, сейчас что будет, я прям намазываю. Святой Чарлос захватывает Шарахоши, но Сай и Лео его побеждают. И спасают королеву русалок. Вот здесь та самая отсылка к названию главы. Как подсказал сливщик в газетах, будет рубиться об этом покушении. И Сай и Лео, видать, нарекут теми самыми пиратами под флагом Луфи, которые опять учиняют столь жестокие беспорядки. Со слабохоши все хорошо, поэтому валим далее. Морли освобождает Куму. Да-да-да, я очень рад за Куму, это все очень здорово, дай бог ему здоровья. И, наконец, последний абзац. В конце главы появляется Имсама и разговаривает с Коброй. Она представляется перед ним как Лилий. Вот это да! Первое подтверждение личности Имсама и то, что она женщина. Для нас это было давно очевидно, множество вещей указывало на это. Передаю всем желчным дегенератам, которые под роликом о топ-сильнейших женщинах изводились на желчь, выписывая, какой Имсама-самец. Удачи, путцы! Сорнички отвалились в очередной раз. Далее. Очень давно люди начали подмечать, что Имсамочка имеет какое-то отношение к Арабасти. Ее концепты очень давно рисуются именно по такому образу. Хоть все это и не подтверждено, но в сознаниях многих это уже чуть ли не каноничная внешка Имсамы. Надеюсь, в этой главе нам покажут ее полный силуэт и лицо, без вот этих вот теневых утаиваний. А самое главное, ну неужели это мать Виви и бывшая жена Кобры, которая теперь будет раскрываться как та самая жесточайшая женщина в Sea One Piece. То, что мы знаем сейчас, это что она пропала по отбытию, предположительно, на собрании королей. Но мы видим, как перед ней теперь стелется Горосей. Тут сейчас непаханное поле для грядок. Можно предположить, что эта самая Лили обладает фруктом бога земли или просто орудием уран. И только из-за этого фактора Горосей увидели в ней ту самую избранную. Вдруг, подобно легендам по богу Ника, из забытого столетия тянутся и другие легенды. Что-то вроде того. Будет какая-то императрица, которая владеет таким-то орудием, и Горосе обязаны ей помочь стать у руля этого мира. Точно так же, как ходят древние пророчества о королеве русалок и древнем орудии Посейдоне. Короче, ждем большего раскрытия Имсамочки, но хотя бы ее личность уже более-менее установлена. Всех мужиков и красоток поздравляю. Особенно можете вернуться к моему ролику Имсама Мать Луфи. И угарнуть еще раз с того, как я заворачивал ее связь с правлением на Арабасти и связях с семьей Нефертари. Там есть и доля фольклора из сети. Но много топовых вещей, которые мы просто напророчили, подобно усопу со своими угарами перед Каей. После такой инфы обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Сегодня в конце ролика хочу поблагодарить всех спонсоров на ютубе и на бусти. Спасибо всем, кто всячески поддерживает канал Монеты и всех вас обнял и принял. Каждого меньше, чем три. Все нужные ссылки найдете в описании и в закрепленном комментарии под видео. Ждем фреймов. Глава, думаю, будет просто пушка. И на этом пора заквадратняться. Покорим же новые горизонты вместе. До скорых встреч. Кампай! Не стяни губу, забей на то, смотри, а то упустишь шансы. Все мечты раздавят пей на рихокол. Вой, вой, слушай меня, бой, бой. Вытрекрой, вой, мы из той воли, ой, ой.